Роман на две страны, грузинки Майя и армянина Арама, начался 11 лет назад в приграничном грузинском селе Ахалкалаки, где мирно бок о бок живут армяне и грузины. Майя приехала из Тбилиси к своей бабушке на зимние каникулы. Ее будущий супруг тоже приехал к своим родным, но и с Ереваном. Там в селе есть традиция, когда девушка выходит замуж, незамужние подруги собираются у нее дома и готовят преданное. В тот день Майя была среди них, а мы с друзьями решили воспользоваться случаем и устроили своеобразные смотрины. До того, как зайти в дом, я увидел у входа среди множеств женских туфелек одну пару. Мне сразу показалось, что это туфли моей будущей жены. Когда я увидел Майю, понял, это моя любовь, а туфельки и впрямь ее оказались. Арам сразу решил не откладывать женитьбу в долгий ящик. Уж очень ему понравилась яркая грузинская гогуна. На следующий день он с друзьями пришел к нам домой. Я вообще ничего не знала о его намерениях. Папе он сразу понравился, но мама была категорически против. И он так семь раз приходил к нам домой и каждый раз получал отказ. На восьмой раз я решил, все, это последняя попытка. Купил огромный букет. Мы, армяне, любим так шокировать. Положил на капот машины и медленно ехал по всему селу к дому Майя, чтобы сельчане видели. А у них есть традиции. Если молодой человек заходит в дом уже с цветами, значит, согласие родителей и девушки получено. Мама очень смутилась, увидев нас с цветами. Мы сели за стол, поговорили, получили очередной отказ. И при выходе ее мама сказала, чтобы дочь унесла из дома букет. Но Майя оставила, и это был тот долгожданный знак. А лепестки этих роз мы до сих пор храним. Потом знакомство перенеслось в онлайн-пространство. Арам приезжал в Тбилиси, Майя в Ереван. После семи месяцев общения решили создать семью. Я с первого дня почувствовала себя здесь как дома. Никогда не ощущала себя чужой. Главное у нас общее восприятие семейных ценностей и традиций. Мы уже 11 лет женаты, но до сих пор, когда я еду в Грузию, на границе пограничники обязательно говорят шутку. Что в Грузии парни не было, ты за армянином вышла замуж. Сейчас у пары уже растут два джигита. Нарек и Давид. У мальчиков две родины – Ереван и Тбилиси, которые они одинаково любят. Дети считают себя армянами по папе, но и язык картули изучают с удовольствием. Азам грузинского языка Нарек учится в воскресной школе при грузинской общине. Она немногочисленная, признается майя. В основном это такие же, как она, жены, переехавшие к своим армянским мужьям. Все отлично владеют армянским языком и охотно делятся со своими армянскими соседками рецептами грузинской кухни. Грузинские мотивы на этих картинах не случайны. Знаменитого армянского художника Георга Григоряна Джота до конца жизни вдохновляла его красавица Диана. Джота и Диана у Клеба были из тех пар, о которых говорят, созданы друг для друга. После смерти мужа грузинка осталась жить в Ереване, открыла музей-мастерскую имени мужа и начала рисовать. Когда в 2001 году ее не стало, музей стал своеобразным культурным очагом для грузин в Армении. Когда приходят грузины сюда, им хорошо. И они много спрашивают, особенно про Диану. Они встретились в 1926 году в родном городе Дианы Кутаиси. Он был уже опытным 29-летним художником, а на 16-летней местной красавицей, интересующейся искусством. Тогда Джота написал портрет золотокудрой Дианы. Этот портрет станет первым в ряду нескольких десятков портретов Дианы, которые художник будет создавать в течение всей своей жизни. Их любовь длиной в 40 лет все называли романом века. Они всегда и везде ходили вместе, крепко держась за руки. Она не говорила на армянском, она плохо говорила по-русски. И он, чтобы исправить вот этот пробел, она создала условия дома. Всегда у них были гости, которые владели грузинским языком. До своей смерти Диана руководила музеем. И сейчас он оформлен по ее решению. На первом этаже есть свободная галерея, где выставляют свои работы грузинские художники. И проводятся армяно-грузинские культурные мероприятия. Все остальное пространство – картины ее любимого мужа, на которых художник и его золотокудра муза всегда вместе. В армянском дележане этой тройке установлен бронзовый памятник. Виктория Максоева живет в Тбилиси, но вот уже несколько лет каждый месяц приезжает в Ереван. Она автор семи фильмов об армяно-грузинской дружбе. Считает, что кинодипломатия всегда сближала грузин и армян. Я думаю, что нам надо также брать пример с Георгия Данелли. Это великий режиссер, который тоже говорил о том, что между грузинами и армянами существовала некая конкуренция, которая у Георгия Данелли решается в таком юмористическом обрамлении. Это очень правильно. Мы сняли уже в общей сложности семь фильмов, из которых практически каждый из фильмов так или иначе касается Армении. И Армении вместе с Грузией, разумеется, потому что для нас эти темы неотделимы. Премьера фильма «Я еду в Ереван» состоялась в армянской столице. Потом ее увидели и в Тбилиси. Оригинал фильма на русском языке, однако он уже переведен на армянский и грузинский языки. Лента лауреат престижного кинофорума «Золотой Витязь» в категории «Документальные короткометражные фильмы». А это эксклюзивные кадры фильма о нашей общей истории и общей победе. Новая кинолента «Виктории» пока в процессе монтажа. Премьера состоится в канун празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Герой – армянский разведчик Петрос Петросян. Сейчас я приехала в Ереван, потому что мы сняли новый фильм, связанный с несколько иной тематикой. На данном этапе я очень близко к сердцу воспринимаю дату 75-летия победы. Вот этот фильм, я очень надеюсь, что вскоре увидит свет и покорит сердца людей, потому что у каждого человека в семье есть такая история. История старого Тбилиси в фотографиях – часть интерьера ресторана грузинской кухни. Окоп Чубанян родился и вырос в Тбилиси. В середине 90-х переехал с семьей на историческую родину и основал первый в Армении ресторан с грузинским акцентом. В те годы мы очень скучали по грузинской кухне, с семьей. И исходя из этого, нам всегда хотелось, чтобы было бы какое-то место, где мы могли сами есть и угощать наших гостей вкусной грузинской кухней. Так как наши культуры очень похожи друг к другу, и у нас и вкусовые предпочтения одинаковые в армян и в грузин, я могу с уверенностью сказать, что сразу полюбилась грузинская кухня в Ереване. Послушать грузинскую музыку, отведать отменное грузинское вино и, конечно, попробовать настоящие грузинские хинкали. Здесь на кухне в день их готовят около тысячи штук. Армяне, так полюбившие грузинскую кухню, твердо знают. В ней важно все – и специи, и много орехов, и, конечно, предания. Существует много преданий, откуда появились хинкали. Согласно одному, во времена сражений горцев с перцами, молодой воин был ранен стрелой в шею. Из-за тяжелого ранения он не мог пережевывать пищу. И тогда его сестра придумала новое блюдо. Она нарубила сочный фарш с луком и чесноком, завернула его в пресные мучные лепешки и отварила в бульоне. Армяне дружно живут с православными грузинами уже тысячи лет. И, возможно, поэтому история и культура стран тесно переплетены. А народная дипломатия между двумя горячими народами всегда преобладает. Редактор субтитров А.Семкин